Здравствуйте, друзья! Сегодня немножечко вкратце мы расскажем о бренде Voddy. Бренд уже давно на рынке. Начался он с магазинчика в Saint-Germain-des-Prés в Париже в 2006 году. И уже, сами понимаете, прошло много времени. Уже и магазинчика нет там. Бренд уже изменил, по-моему, владельцев, отцов-основателей. Ну, так происходит в парфюмерии. Что-то куда-то перетекает, что-то как-то меняется. В 2010 году вышел аромат Quir Blanc. Популярный аромат серии. Это мускусный аромат с легким, таким деликатным, я бы сказал, флером русской кожи, классического аккорда, и зеленой фиалкой. Аромат сдержанный, спокойный. И, на мой взгляд, у него есть предшественник. Это Dime Blonde Sergio Lutanz, который, по-моему, выходил в 2004 году, а этот аромат в 2006 году. То есть, было на что опираться. Ну, вообще, кожаные ароматы не сегодня начались. Так что, это не клоун Dime Blonde. Но, на мой взгляд, вот в этом аромате как раз устранено то, что в Dime Blonde было сделано плохо. Поскольку Sergio Lutanz и Christopher Sheldrake парни рискованные, у них зачастую получались то шедевры, то достаточно невнятные вещи. Ну, кому-то нравится Dime Blonde, мне нет. Мне не хватает в этой белой замше какого-то стержня центрового. Вот здесь вот эта задача решена за счет зеленой фиалки. Мне кажется, у аромата Куэр Бланк есть хотя бы стержень и есть основа, вокруг чего крутится эти мускусы. Аромат, еще раз скажу, деликатный, спокойный, сдержанный, но своенравный. Вот как сядет, тут кому как. Подобных ароматов на эту тему много. Это надо аж целую передачу, наверное, посвятить этому будет. Но вот в этом стиле на сегодняшний день мне безумно нравится аромат Куэр Магнификал Нобле Рояль. Он для меня, наверное, квинтэссенция цветочной кожи, вот такой прозрачный, светлый на сегодняшний день. Все-таки не будем забывать, что Куэр Бланк вышел все-таки 10 лет назад. И времена меняются, материалы меняются, и подобную структуру можно сделать гораздо круче. И вот в Нобле Рояль, на мой взгляд, вот эта идея, если просто кому-то нравится этот аромат, а он хотел бы немножечко дальше пойти, да? Вот в Нобле Рояль эта идея решена просто безупречно. Это квинтэссенция, это вершина, это джамалунгма, подобных светлых кож. Следующий аромат мой любимец, и не может не быть моим любимцем, потому что это ветивер, загруженный благовониями. Омбро фуме, тень дыма, это, если взять чернила лалик и подгрузить их благовониями, ладаном, лабданом, вот такими бальзамами и фемиамами, мы получим омбро фуме. Очень красиво звучит, очень классный аромат для тех, кто любит благовонные ветиверы. И на сегодняшний день Ренте Води предложил совершенно радикально иную концепцию, сделал еще одну дополнительную линеечку. Она выпущена в сотрудничестве с Сисиль Заракян, это один из звездных парфюмеров французских на сегодняшний день, работающий со многими брендами. Ну и вот пришла пора, наверное, вечереда и поработать для бренда Эводи Парфам. Значит, Туберос Манифест. Туберос Манифест опирается у нас на туберозы такие молочные, зеленые. Для меня тубероза сложный материал. Если честно, я ее вообще боюсь держу. Я боюсь умереть от нее. Но вот Сисиль, на удивление, сделала очень мягкую сливочно-зеленую туберозу, которая будет просто прекрасно звучать. И здесь и концентрация мощная. Это Эводи Парфам, но он приближается, наверное, к духам по концентрации, потому что у него очень длинный шлейф. Вот для тех, кто боится тубероз, это еще одна тубероза, куда стоит прийти и попробовать на себе. Рекомендую. Отличный туберозный аромат. Еще раз говорю, это для меня очень сложный материал. Не мой любимый. Но отдам должное, это не вызывает у меня вырвие ноздри. Это не разрывает мне голову. Это настолько бархатисто, сливочно, зелено, цветочно, что просто класс. Ну, потому что Сисиль Зорокян – это супер королева парфюмеров. Если у нас был король Бертран Дешафур, то ее называют королевой. Потому что человек работает в абсолютно разных регистрах. Она может делать абсолютно инаковые парфюмы, что ты даже иногда думаешь, неужели это она делала. Вот такой парфюмер. Это профессионализм. Ароматы посвящены, кстати, здесь название «Адатубероз манифест» и так далее, они посвящены искусству. И вот в данном случае художественному искусству. Сенс абстракт, а у нас намекает на абстрактное искусство. Тот случай, когда название совпадает с тем, что там находится внутри. Вы не один цветок, а это цветочный аромат, который находится в этом аромате. Не вычлените вот конкретно. Это настолько абстрактные цветы, не цветы, что тем, кто боится цветочных композиций, это парфюмерия, которая убирает страх. Вот Сисиль Зорокян убирает страх туберозы, а здесь убирает страх цветочных композиций. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди вообще не понимают, что такое цветочные духи. И они на самом деле, выясняется, цветов-то никогда не боялись. Они боялись каких-то других компонентов, которые им казались цветами. Великолепный цветочный аромат с огромной диффузией, сделанный очень достойно, очень интересно. Это рекомендуемо прямо обязательно затестить. И третий аромат, который называется колер фаве, который отсылает нас к фавизму, к дикому искусству. И он действительно дикий. Это то, что умела делать Сисиль Зорокян всегда. Если мы вспомним, меня зовут красный, Мажда Бекали. Если мы вспомним Кашнуар от лаборатории Альфатива, который у нас напоминает Шеремар, но более зеленый. Это такая смолища во всей своей ипостаси. Это такая густая, густое варево. То, что Сисиль Зорокян делать умеет, еще раз говорю, просто блестяще. То, что она делала и для маску Фрагранс Милана. То, что она сделала и здесь. Кто не боится композиций в духе Бакара Рош 540, меня зовут красный, вам сюда. Сами ароматы такие, они не виноваты, что люди иногда от них там умирают и так далее. Ну, друзья мои, все дело в количестве. Вот как раз на этом аромате я хочу рассказать следующую историю. Я часто сталкиваюсь с такими историями. Я купила кирки, носить не могу, умираю от него. Ну, конечно, шлейф, который вы слышите от человека и то, что будет на вас, то, что интенсивно будет испаряться вам в нос, это две большие разницы. Ну, попробуйте, кто у вас гонит покупать то, что носит в сумочке ваша подруга. Попробуйте на себе, походите, погуляйте, как вы к этому относитесь. Опять же, если аромат, возвращаясь к Бакаре, или к кирке, или меня зовут красный, Маш Добекали, такой мощный, аромат-то сам не виноват. Ну, нанесите его на шарфик там. У меня был такой случай тоже, женщина мне жалуется, говорит, муж выкинул с 16 этажа Бакара Рош 540. А я говорю, а что произошло-то на самом деле? Она говорит, ты понимаешь, я вот как-то брызнулась, села к нему в машину. А он сказал, больше не пользуйся этими духами. Ну, я опять брызнулась, села к нему в машину. Я потом встречаю мужа, он говорит, слушай, она либо пшиков 6 сделала или 10. Она говорит, села ко мне в машину, у меня голова взорвалась, я чуть, говорит, в стоп не врезался. Я раз предупредил, два, а на третий просто выбросил из окна. Друзья мои, нужно немножечко жалеть людей, которые находятся рядом с нами. Если вам нравятся интенсивные плотные ароматы, вы по 30 пшиков наносите, и у вас уже коллапс, вам отключают мозг восприятия, это не значит, что нужно ведро на себя вылить. Это значит, что нужно сделать передышку в несколько недель, отдохнуть, нанести микродозу, и вы начнете слышать аромат опять. И люди окружающие тоже, нельзя прийти в мощном аромате, в маленькое помещение, вы заполняете каждый кубический миллиметр воздуха своим запахом, люди мрут, ненавидят ваши духи, которые красивые духи, прекрасные духи, но они ненавидят вас и ваши духи. То есть, ну, уместность аромата на себе, да, куда вы его наносите? Ну, спрячьте его под рубашку, в конце концов он будет потихонечку там испаряться. То есть, методом нанесения масса. Если вам здесь душно, нанесите сзади, будет дут ветерок, вы гуляете, слышите свой аромат. Нанесите на запястье, то есть, количество, да, и место, куда вы идете в этом аромате. И вот подобные ароматы, как Кюллёр Фаве, это красивейший аромат, с мощной базой, густой, он очень привлекательный, ему надо дать вот разгуляться, дать устояться. Вы вымоете руки, он еще будет пахнуть, ваша кожа будет пахнуть еще 2 суток. То есть, нужно понимать, когда вот такие стойкие, мощные ароматы, я примел, к примеру, вам Кирки, да, Бакараруш 540, где ручки громкости выкручены до предела, вот, и многие люди любят такую парфюмерию, чтобы вот для них показатель качества, это чтобы неделю пахло, башка там и так далее. Но, понимаете, не все любят такое. Раньше, когда вышел Пуазон, который тоже был таким прям вот ревущим, кричащим, туберозным ароматом, заполнялся плотной пудрой вокруг. В некоторых ресторанах были вывески, там, в Пуазоне не входить, потому что есть рядом, находиться за столиками с таким ароматом было невозможно. А у нас вкус связан с обонянием, да, с горталью, это действительно невыносимо. То есть, еще раз вас призываю, если вы любите мощные ароматы, плотные ароматы, в духе кулер фаве и те, которые я называл, ну, немножечко подходите критично, куда вы идете с тем количеством аромата. Я же говорю, ароматы сами по себе не виноваты. Виноват пользователь, который немножко превышает дозировку, не может передохнуть от аромата, перестает его слышать. Он становится буквально своим, родным, а о чем вам сигнализировать? Наш нос не создан для того, чтобы нюхать ароматы природы. Он создан для другого. Это сигнальная система, которая сигнализирует мозгу о том, что приятно пахнет или, ой, опасно пахнет, сюда не пойду. Здесь вкусная еда, здесь, возможно, не ядовитый фрукт и так далее и тому подобное. Здесь русским духом пахнет, а здесь чужое пространство. Редер Киплин говорил, чтобы понять чужую страну, нужно вдохнуть ее запах. Запах жилища, запах цветовых растений, запах кухни, пищи. И тогда ты поймешь, как устроена эта страна. Вот отсюда в русских сказках, вот это здесь русским духом пахнет. Ну, не знаю, там русской печкой, наверное, с пирогами или чем-то еще. Вот, это что касается плотных композиций. Что касается бренда Эвади, у них есть еще другие ароматы. Мне еще нравится, кстати, Дама Пик, очень интересный аромат. Но у меня нет его в наличии, поэтому я счел невозможным рассказывать про те ароматы, которых у меня нет в руках, чтобы вы их видели. Линеечка хорошая, линеечка развивается. Будем и дальше следить за линеечкой Эвади. Расскажем о тех ароматах, которые у нас отсутствуют сегодня. Ну и, может быть, что-то новенькое выйдет. Как раз мы совместим эту историю. Всем пока. Прошу любить и жаловать. 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 Продолжение следует...